Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Буду рад вас видеть на моем втором канале. Давайте вместе добьем 40 подписчиков. Ну что ж, друзья, сегодня у нас концовка очередного сезона. Здесь будет все зависеть. Но вряд ли мы уже точно останемся в Барселоне, потому что и карьера у нас уже и так очень сильно затянулась. Сейчас идет 44 выпуск. И поэтому такой вам челлендж кидаю. Если вы под этим роликом за сутки после выхода набираете 30 лайков, то для вас будет неделя карьеры за игрока. Посмотрите сами, нужно вам это или не нужно. Поэтому надо вам это или нет. Как-то так. Все. В Барсе мы уже точно вряд ли остаемся. Это я вам уже сказал, мы будем переходить скорее всего в английскую премьер-лигу. Сегодня у нас будет куча матчей, потому что у нас началась подготовка к чемпионату мира 2030. 2020 года. Поэтому начинаем мы именно сейчас. Мы начинаем против Австрии. Вот наш состав. Мы капитаны сборной России. Давно я, кстати, за сборную не играл. Если я не ошибаюсь, с чемпионата Европы. Ну, поехали. Итак, Россия против сборной Австрии. У нас первый тур сейчас. Квалификации к чемпионату мира. Здесь опять вот эти вот камеры сбитые из-за карьеры за вратаря. Поэтому поехали. И все. Заканчивается матч. У нас нулевая ничья. Как-то так скомканно. Мы начинаем квалификацию к чемпионату мира. Ну, лучшим игроком стал Шлягер. Или Шлагер. Голкипер сборной Австрии. Ну, и также у меня такая же оценка. То есть я тоже мог претендовать на лучшего игрока матча. Так. Ну, у нас в группе есть еще албанцы и шведы. Поэтому, ну, мне кажется, группа-то у нас легкая для квалификации. Надо первое либо второе место здесь занять. Поэтому, мне кажется, мы уж точно займем. Главное вот не проигрывать. Уже мы отыграли 90 матчей за сборную России. Средняя оценка 6-4. Итак, сейчас у нас выездная игра против сборной Швеции. Посмотрим на их. На наш состав. Златан Ибрагимов, я не знаю, ну, скорее всего, перевоплощенный уже. Кулусевский также мы видим. Ольсена на воротах. Гранд Квистов на скамейке запасных. Клайсон. Исак. Поэтому все. Ну, а других так. Лустига, может быть, знаю все. Поэтому как-то так. Ну, состав-то интересный. Тем более, сейчас со Златаном Ибрагимовичем вот так вот замечательная у нас картинка получается. Поехали. Итак, мы в Швеции. Швеция против сборной России. Мы на Метрополе-арене. Златан Ибрагимович сегодня играет против нас. Перевоплотившийся, естественно. Но очень интересно посмотреть, как мы отыграем этот матч. Так, мы выиграли, кстати, верху Златана Ибрагимовича. И отлично. Корпусом оттеснили. И пробить здесь можно. Ой, как замечательно. В самую шестерку мы попадаем. И это 1-0. 37-я минута. И первый гол. Так сказать, ну, в историю уж точно это войдет. В квалификации к чемпионату мира 30-го года. Забиваю именно я. С капитанской повязкой. Очень замечательно здесь у нас все получилось. Здесь отдали. Сами забежали. Еще и корпусом очень хорошо попадались. С 13-м номером. Ну и в шестерку аккуратно закрутили. И все. Заканчивается матч. Минимальная победа над сборной Швеции. Мы забили единственный гол в сегодняшнем матче. Ну и замечательно. У нас теперь 4 очка. Надо посмотреть, как там теперь сыграли австрийцы. Если они вот обыграли албанцев. Нам это не на руку никак будет. Нет, они обыграли албанцев. Теперь у албанцев получается 3 очка. У нас с австрийцами по 4. Но у австрийцев лучшая разница мячей. Поэтому мы все так же вот остаемся на второй строчке. Поэтому меня сейчас полностью вот все устраивает. Итак, отыграли уже 91-й матч за сборную России. Средняя оценка 6-4. Забили уже 48-й год. Итак, сейчас у нас Лига чемпионов. Четвертьфинал. Мы играем против Бенфики. Интересно, как они себя покажут. Как мы себя покажем. Первый матч у нас на выезде. Это вообще замечательно. Люблю я матчи на выезде начинать. Терштегин с капитанской повязкой. Я не помню. Мне вроде вообще в Барсе еще ни разу не получалось получить капитанскую повязку. Из-за того, что я вроде как мало выступаю за эту команду. Но в любом случае составы на ваших экранах. Мы заряжены. Как в каждом матче. Поэтому Бенфика против Барселоны. Четвертьфинал Лиги чемпионов. Поехали. Итак, Estadio da Luz. Бенфика принимает сегодня Барселону. Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч. Поехали. Давно мы не выигрывали Лигу чемпионов. Последний раз, если я не ошибаюсь, то это было с Ювентусом. А мы уже успели поиграть и в ПСЖ. Если не ошибаюсь, мы даже в ПСЖ не выигрывали. Итак, заканчивается у нас первый полуфинал. Ой, четвертьфинал, да. В Лиги чемпионов. И отыграли мы так же в ничью, как и против сборной Австрии. Это немножечко обидно. У нас что-то не получается в атаке. Всего лишь какой-то единственный удар в створ. Один. Лучшим игроком стал центральный защитник в Бенфике. Поэтому как-то так. Отыграл уже 50-й матч в сезоне. Средняя оценка за сезон 7-4. Итак, сейчас у нас выездная игра против Севильи. Они идут ниже 10-й строчки. Мы все-таки играем... А, это вообще Хиджон. Так что вообще нам замечательно. Составы на ваших экранах. Мне кажется, здесь-то мы должны все-таки постараться обыграть и забить. Поехали. Итак, Хиджон против Барселоны. Выездная игра у нас в чемпионате Испании. Поехали. И все, заканчивается у нас матч. Нулевая ничья. И очень я действительно в больших сомнениях сейчас. Для меня очень обидно, что мы играем в ничью в последних матчах. Хоть и за сборную, хоть и за Барселону. 33-й тур заканчивается. Хоть у нас и лидерство в 16 очков, и мы уже стали чемпионами. Но, как бы, так играть не нужно. Отыграли 51-й матч в сезоне. Средняя оценка 7-4. Итак, сейчас у нас ответная игра против Бенфики в четвертьфинале Диги Чемпионов. Теперь играем дома. Надеюсь, у нас все получится. Составы. На ваших экранах вроде как не сильно что-то изменилось здесь. Поэтому, в любом случае, сегодня нам надо забивать и стараться не пропускать. Потому что на выезде мы ни одного мяча не забили. А вот Бенфики сейчас будут стараться забить как можно больше. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Бенфики. Четвертьфинала Лиги Чемпионов. И все решится именно здесь и сейчас. 0-0. Именно так закончился матч этих двух команд в Португалии. Посмотрим, как сегодня сложится игра для испанского Гранда и одной из лучших команд Португалии. И все-таки забивает Видаль. Не получилось у меня здесь забить. Просто ужасный какой-то выход был один на один. Влачи Димас или как там его зовут голкипера в Бенфике потащил мой удар. Но вот хороший пушечный выстрел от Артура Видаля не смог. Вот как здесь можно было не забивать. Уже все здесь сделал. Но рукой действительно там уже прям из пустых ворот достает. А меня, кстати, заменили. Выходит вместо меня Брайтвайт. И все, заканчивается матч. Мы проходим в полуфинал Лиги Чемпиона. Вот Артура Видаль. Главный герой сегодняшнего матча. Честно вам скажу, для себя я этот матч провалил. Я не знаю, вставлю ли я это в ролик или нет. Забуду или нет. Попал я в штангу. Очень обидный там был момент. Попал в штангу. Там выход также был один на один. Вот только мощно прям попал в штангу. Это обидно было. Поэтому, ну, слава богу, что мы проходим дальше. Нашим возможным соперником будет Манчестер Сити. Они в дополнительное время по гостевому голову даже вышли. Они 3-2-3-2 как-то так сыграли в двух матчах. Я так понимаю. Вот. Хотя как-то странно первый матч. Ну, не суть. Я не знаю, честно, как там все у них сложилось. Вот. Мы можем попасть еще и на Интер. Вот. С которым мы играли, когда играли за Ювентус. На тот же Ювентус можем попасть. Против своей бывшей команды я, если не ошибаюсь, ни разу не играл. 52 у меня матча уже за сезон сыграны. И средняя оценка 7-4. Итак, как мы видим, в полуфинале мы сыграем против Интера. Мы так немножечко увидели вот этот вот четвертый матч в нашем календаре. Сейчас сыграем против Реал Валидолида. Они идут ниже десятой строчки. Так, мы будем. Это еще и Лас Пальмас. Вот это вот меня немножко подбешивает. Поэтому в следующем году мы и будем играть в ФИФУ. Хоть там будут другие команды, что не будет Ювентуса, там еще всяких разных команд. Поэтому в любом случае хотя бы будет правильно здесь и патчи не придется мне устанавливать. Поэтому Барселона сейчас играет против Лас Пальмаса. Составы на ваших кранах. Поехали. Итак, Барселона против Лас Пальмаса. Домашний матч чемпионата Испании. Поехали. И все-таки мы забиваем. Семьдесят седьмая минута. Вот снова после моего же удара забивают игроки Барселоны. Матеус сейчас забил. То есть вот как сейчас был матч с Бенфикой. После моего удара все пошло. Ну вот как-то и здесь у меня даже удар. Ну как вот он мог пойти по центру. Я его даже направлял в дальние углы. Пытался в правый угол пробить. И вот меня опять меняет. Даже Серджи Роберто меня сейчас заменил. Значит мы как-то ужасно проводим матчи. И мы пропускаем. На девяносто первой минуте Руэмер сравнивает счет. Ну тупая какая-то атака сейчас у них вышла. Обидно. И все, заканчивается матч. Ничья один-один. При мне ведь забили, без меня пропустили. То есть тренер тоже должен сейчас понять. Стоило ли ему менять меня. Ну вот как-то так. 1-1 в любом случае. 7-0 оценка у Матеуса. Итак, у нас лидерство в 14 очков. Отыграл я уже 53-й матч в сезоне. И средняя оценка 7-3. Итак, сейчас у нас очередной матч в чемпионате Испании. Играем против неизвестной мне команде. Это Рейсинг. Составы на ваших экранах. Не знаю получится ли у нас их обыграть или нет. Поехали. Итак, Рейсинг против Барселоны. Очередной матч чемпионата Испании. Поехали. И замечательно. Забиваем хотя бы так. Отдал предголевую передачу Дембеле. Голевой от Оленьи. Если я все правильно понимаю. Вот мяч у меня. Да, отдал на Оленью. И он здесь уже на Усмана Дембеле. И мы выходим вперед. Замечательно. И все. Финальный сысток. Минимальная победа Барселоны над Рейсингом. Забил Усман Дембеле. Дембеле стал игроком матча. У нас лидерство все так же в 14 очков. Отыграл я уже 54-й матч в сезоне. Средняя оценка, кстати, понизилась. Теперь у нас 7-3. Так, ну а сейчас, кстати, нелюбимая моя позиция, как вы уже знаете, в Лиге Чемпионов. Мы играем первый матч дома против Интера. Ну что же. Посмотрим, как теперь у нас получится сыграть против этой команды. Мы против них играли в составе Ювентуса. И тогда для меня, мне кажется, это было самое лучшее время игры именно в Ювентусе. Мы тогда вот выиграли Лигу Чемпионов. Итак, Камп Ноу. Барселона против Интера. В 10-х, не знаю, в нулевых годах это был, наверное, самый бы интереснейший матч. Тогда составы были просто легендарные у обеих этих команд. Но посмотрим, как сегодня у нас сложится игра. Играем все-таки тоже на не менее легендарном стадионе. Одном из лучших и посещаемых стадионов Европы. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья. В первом полуфинале. Для нас это плюс, потому что Интер не смог нам забить на выезде. Поэтому как-то так. Еще и я получил звание лучшего игрока матча. Давно этого мы не получали в сегодняшнем выпуске. Итак, в первом же полуфинале Ювентус против Манчестер Сити там тоже нулевая ничья. Поэтому шансы есть у всех. Отыграл уже 55-й матч за сезон. Средняя оценка 7,3. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Сельты. Они идут ниже 10-й строчки. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Камп Ноу. Барселона против Сельты. Поехали. Ну и наконец-то. Мой первый гол за Барселону в сегодняшнем выпуске. Гинсенегов мы забивали за сборную России. В ворота сборной Швеции. Ну вот и в ворота Сельты. Мяч этот залетел. Замечательно. 61-я минута. 1-0. И забиваем второй мяч. 88-я минута. Третий номер, я так понимаю, срезает мяч в свои ворота. Арауху Раца. Разо. Поэтому спасибо ему большое. Автогол. Ну и можно сказать по-народному. Это вот мой гол. Замечательно. 2-0. Давно мы не забивали и не вели. В преимущество в 2 мяча. Поэтому сейчас замечательно. И все, заканчивается матч. Уверенная домашняя победа. Можно сказать, 2 мейт. А забитых мяча принесли Барселоне победу. 7-5 у меня оценка. 17 очков у нас лидерство над вторым местом. Забил 55-й гол в сезоне. 238-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра в Лиге Чемпионов. Играем против Интера. Ну и это наш последний шаг к финалу Лиги Чемпионов. Если я не ошибаюсь, то дальше полуфинала я никуда не доходил. После как раз перехода из Ювентуса. Вроде с ПСЖ мы нашли. Я не помню, докуда правда. Может быть до полуфинала. Вот. Поэтому сейчас нам нужно обязательно забивать. Интеру придется сравнивать. Они тоже побегут в атаку. Поэтому мы как-то на таких вот лидирующих позициях, мне кажется. Поехали. Итак, Джузеппе Миаце. Сан-Сиро. Кому как угодно. Интер против Барселоны. Полуфинал Лиги Чемпионов. Ответный матч. Поехали. И отлично. 1-0. 16-я минута. И теперь мы еще и забиваем в Лиге Чемпионов. Давно я не забивал в этом турнире. И вот пошли по ходу у меня голы. Замечательно. Очень важный гол мы сейчас забиваем. На данный момент Интеру нужно обязательно забивать два мяча. Поэтому мы в более комфортной для нас позиции сейчас. И практически уже в шаге до финала. И забиваем в дубль. 57-я минута. Очень хороший сейчас был прострел. Никто из защитников Интера на этот прострел не откликнулся. Откликнулся зато я и забиваю дубль сегодня. Замечательно. И все. Уверенная победа на выезде. Мы в финале Лиги Чемпионов. За долгое время лично для игрока мы выходим в финал. Замечательно. Два удара в створ, два гола. 7-5 оценку я получаю. Ну а в финале мы встретимся против своей бывшей команды Ювентус, с которой мы как раз выигрывали последнюю Лигу Чемпионов. Забил уже 57-й гол в сезоне. 240-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра в чемпионате Испании против Леванта. Они идут на пятой строчке. То есть соперников хороший по игре. Ну и будем готовиться мы как к финалу Кубка Испании, так и к финалу Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Леванте против Барселоны. Поехали. И все. Заканчивается матч. У нас нулевая ничья против Леванте. У нас лидерство в 14 очков. Сыграли мы 58-й матч за сезон. Средняя оценка 7-3. Итак, сейчас у нас финал Кубка Испании. Мы играем против Мадридского Реала. Это мой один из самых любимых соперников. Мы им забиваем часто. И в Суперкубке забивали Испании. И просто в чемпионате Испании. Поэтому посмотрим на их состав, на наш. Ну такое на самом деле. И уже и у них нету таких прям ключевых игроков. Все там молодые, перевоплотившиеся заново. Ну и у нас также. Поэтому поехали. Итак, Барселона против Мадридского Реала. Суперкубок Испании. Мы можем выиграть Требл. Потому что мы сейчас участвуем в двух финалах. Последних трофеев, которые нам осталось выиграть. Это Кубок Испании и Лига Чемпионов. Поэтому Требл будет замечательным завершением карьеры нашей вот в Испании. И замечательно. 1-0. 14-ая минута. Барселона выходит вперед в финале Кубка Испании. Замечательно. Итак, и пенальти в финале Кубка Испании. Давно мы не били. Давайте пробьем в наш любимый левый верхний угол. Из FIFA 20 фанаты и олдфаги это помнят. Это замечательно. Забиваем дубль. Супер. Хороший настрой теперь у нас на второй тайм будет. Но здесь Ли Йонг получил от Милитала по ногам. Ну а мы реализовали этот 11-метровый удар. И все. Финальный слисток. Барселона обыграет Мадридский Реал в финале Кубка Испании. Замечательно. Для нас это второй трофей в Испании. Именно который мы идем сейчас к нашему трэбу. Итак, забил я уже 59-й гол в сезоне и 242-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Реал Бетиса. Они идут ниже 10-й строчки. Для нас это просто последний матч в чемпионате Испании. Я так понимаю, вообще последний матч в Испании. Потому что следующий у нас будет это финал Лиги Чемпионов. Ну а дальше у нас квалификация к чемпионату мира. Итак, Барселона против Реал Бетиса. Еще и последний матч в сезоне. Именно в рамках испанского футбола мы проводим на домашнем стадионе. Прощаемся потихонечку с болельщиками. Остался нам последний матч в чемпионате Испании. И последний матч в Лиге Чемпионов. И все. Финальный слисток. Последний матч сезона закончился со счетом 0-0. Не получилось порадовать болельщиков. Попрощаться с ними как следует. Но такова у нас судьба последних матчей за Барселону. Последние два месяца мы как-то скомканно так играли. 12 очков лидерства. Мы стали чемпионами Испании. Отыграл 60-й матч в сезоне. Средняя оценка 7-3. Итак, мы попали в сборную сезона. Также из Барселоны попал сюда только Усман Дембеле. Ну что же, и последний самый важный матч в моей карьере. Один из самых важных матчей. Это финал Лиги Чемпионов. Мы можем стать трехкратными обладателями. Потому что два мы выиграли именно с Ювентусом. Ну и посмотрим. Посмотрим, как сейчас у нас сложится здесь игра. Ювентус против Барселоны. Форма ужасная на самом-то деле. Почему такую взяли, не пойму. Вроде вот такая нормально будет смотреться. Поехали. Итак, мы на Альянс-арене. Я не понимаю, это сейчас мы в Мюнхене, скорее всего. Либо... Не, ну это точно не Ювентус. Это видно, что стадион в Мюнхене. Вот, Бавария. Наш прошлый клуб, именно Бавария. На стадионе, который сегодня проходит у нас финал. И наш бывший клуб, с которым мы выигрывали нашу последнюю Лигу Чемпионов. Двукратный мы обладатели Лиги Чемпионов в составе Ювентуса. Но вот сейчас выступаем за Барселону и играем на стадионе Баварии. Который мы провалили здесь, можно так сказать. Ну, это один из самых моих плохих клубов. Ну, вроде как, единственный, наверное, только вот именно в Баварии мне не понравилось играть. То есть, там у нас была попытка выиграть и Лигу Европы. Мы были одним из фаворитов этого турнира. Но даже чемпионат не выиграли и кубок тоже. Поэтому как-то так. И забиваем мы в финале Лиги Чемпиона. Я не знаю, Лео Месси здесь висит, но давайте к Лео Месси, то мы тогда и подбежим. Вроде как вот здесь вот скромненько мы так отпраздновали. Ну, в камеру все, конечно же, посмотрим. Забиваем в финале Лиги Чемпиона в своей бывшей команде. Но главное, что сейчас мы можем выиграть Требл. Если я не ошибаюсь, мы ни разу ни с кем не выигрывали. Даже с Ювентусом вроде. Поэтому сейчас это будет замечательный шанс впервые в карьере выиграть Требл. И мы забиваем дубль. Все, мы полностью похоронили сейчас Ювентус. 68-я минута. Еще и серпантин такой попускаем. Замечательно. 2-0. Забиваем в финале Лиги Чемпионов. Если я не ошибаюсь, то мы и в финале Лиги Чемпионов за Ювентус тоже забивали. Причем и против Спартака. И против Манчестера Юнайтеда. Или против кого мы играли, я не помню. Во втором финале. Но то, что мы забивали в предыдущих финалах, это точно. И все. Мы выигрываем наш долгожданный трофей Лиги Чемпионов в составе Барселоны. Мы пришли. Мы увидели. Мы выиграли Требл вместе с Барселоной. Ну и теперь это будет замечательная нотка, чтобы уйти на пики. Мы, естественно, уходим в Англию. Пока что, я не знаю, можете написать в комментариях, какой вы хотите клуб АПЛ, чтобы я перешел. Забил я 61-й гол в сезоне. 244-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас выездная игра против сборной Албании. Они проиграли австрийцам со счетом 2-0, но обыграли шведов, которых и мы тоже обыгрывали. Поэтому сейчас будет интересно, как отыграет против нас сборная Албания. Тем более, они играют дома. Поехали. Итак, Албания против сборной России. Третий тур квалификации к чемпионату мира. Поехали. И замечательно. Отдаем голевую передачу. 56-я минута. 1-0. Выходим вперед. Шельцов-Шельцов забивает. Замечательно. И все. Заканчивается матч. Минимальная победа сборной России над Албанией. Сейчас посмотрим, как там сыграли австрийцы против шведов. И будем уже смотреть на турнирное наше положение. Австрийцы минимально обыграли шведов. Поэтому у них все так же. Минимальная лидерс над нами по забитым и пропущенным. Я дал 9-ю голевую передачу за сборную России. Средняя оценка 6-4. Итак, сейчас у нас выездная игра против сборной Австрии. Сейчас все, скорее всего, решится. Кто с первого места выходит, кто со второго. Предыдущий матч у нас закончился в ничью. Поэтому сейчас надо нам обязательно побеждать. И забиваем от штанги еще 11-ая минута. И это 1-0. Ну, супер гол. Я не знаю, в самую девятку ли там мяч залетел. Ну, очень хорошо здесь еще и ушли от удара по ноге. Так, аккуратненько мяч в сторону. Убрали. Посмотрим давайте с другой камеры. Мне кажется, в самую девятку там от штанги. Да, ну, супер гол у нас получился. И забиваем второй. Замечательно. 55-ая минута. Мы забиваем дубль. Супер. И замечательно. 3-0. Отдали предголевую передачу. 81-ая минута. И Алексей Ионов забивает. И 4-0. На последних минутах еще забивает автогол, я так понимаю, Ульмер. Посмотрим на эту подачу штрафного. Да, в свои ворота. Срезает. Ну, замечательно. 4-0. Мы выносим австрийцев. И сейчас, ну, я так понимаю, вот я праздную. Значит, мы точно выходим на чемпионат мира 2030 года. Правда, теперь вот будем, наверное, только бороться за первую строчку. Итак, забил я 50-й гол за сборную России. И отдал 9-ю голевую передачу. Ну, там, правда, предголевая была, но не суть. И отыграли мы 93-й матч. Ну, что же, сейчас у нас последняя игра. Вот этот вот матч за сборную, так сказать, лучших 11-ти игроков мы играть не будем против PSG. Поэтому сейчас у нас официально вот последняя игра в сегодняшнем выпуске. Снова мы играем против шведов. Их мы обыграли со счетом 1-0. Им я и забил. Но посмотрим, как теперь в ответке все сложится. Итак, Россия против сборной Швеции. Снова мы встречаемся против Златана Ибрагимовича. Поехали. Итак, нас заменили на 90-й минуте. Вместо нас вышел Евгений Луценко. И все, финальный цисток. Нулевая ничья. Не знаю, сейчас посмотрим, как там австрийцы сыграли против Албании. Ну, австрийцы, естественно, победили со счетом 3-0. Мы все так же на первом месте. Правда, у нас минимальная теперь лидерство над австрийцами. Ну и как раз будет у нас вот последняя игра против Албании, которая идет сейчас на четвертом месте. Сыграли мы уже 94-й матч за сборную России. Итак, сейчас у нас матч. Вот это вот мировое противостояние. Мы его, естественно, скипнем. Мы победили со счетом 1-0. Не знаю, забил я там или нет. Ну вот как-то так. Итак, у нас последний день сезона. Давайте посмотрим на нашу статистику. Вот сыграли 58 матчей. Средняя оценка за сезон 7-4. Это выше, чем наша средняя оценка за карьеру вообще. 58 забитых мячей. 13 голевых передач. Вот всем характеристикам, кому интересно. Ну, я так понимаю, сейчас пойдем. Скоро у нас спад. 97-й у нас будет снова рейтинг. Ну и также мне бы хотелось бы посмотреть в сведения и в Лиге Чемпионов, и в Чемпионате Испании рейтинг голов. Я первое место занимаю. У меня 12 мячей за Барселону в этой Лиге Чемпионов. Лучшим ассистентом стал Фернандини. У меня буквально вот одной голевой передачи не хватило. Но тоже неплохо второе место. В Чемпионате Испании лучшим бомбардиром стал я. 35 забитых мячей. Лучшим ассистентом стал Кампана. 13 голевых передач. У меня всего лишь 7. Я на 11 месте. Ну и все. Я стал игроком сезона в Чемпионате Испании. Получил золотую бутсу. Поэтому все у нас замечательно. Также в Кубке Испании я стал лучшим бомбардиром. 9 забитых мячей. Модрич стал лучшим ассистентом. Меня здесь вообще, наверное, даже нету. Хотя нет. Есть вот и на 19 строчке. У меня одна голевая передача. Ну и индивидуальные титулы. Я стал еще и лучшим игроком Кубка Испании. Поэтому все здесь у нас тоже замечательно. Все, друзья. На этом мы и завершим сегодняшний выпуск. Пишите в комментариях, в какой вы хотите, чтобы английский клуб я перешел. Обязательно прочитаю все ваши комментарии. Ну и также не забывайте про наши с вами условия. Набираем 30 лайков. И будет у нас неделя карьеры за игрока. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok